Страницы в Фейсбуке и Твиттере больше не ваше личное пространство. США начнут мониторить соцсети и уже через три недели данные со страниц будут попадать в досье потенциальных иммигрантов и нуждающихся в визе. Как это повлияет на успех в получении положительного ответа, выяснял Дмитрий Анопченко. Было принято считать, что то, что я пишу в Фейсбуке, это мое личное дело. Но сейчас, как при аресте, все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов объявило, что с 18 октября вступают в силу новые правила. В досье любого иммигранта теперь будут в обязательном порядке включать данные о его страничках в соцсетях. Имя пользователя, псевдонимы, связанную с ними информацию, результаты поиска. Причем сделать это планируют не только для тех, кто претендует на вид на жительство или иммиграционную визу, но и для тех, кто уже в стране. К примеру, обладатели гринкарт. Ни одна спецслужба в мире не соберет о нас с вами столько информации, сколько мы выложили сами, разместив сотни фотографий и указав всех друзей, коллег, родственников и знакомых. Ранее министерство уже заявляло, намерено собирать информацию о страничках в соцсетях даже у тех людей, кто претендует просто на обычную туристическую американскую визу. От этих планов не отказались, просто пока не готовы справляться с таким огромным объемом информации. Мониторить соцсети предлагают каждый раз, как только в Штатах происходит ЧП, которое классифицируют как внутренний терроризм. Мол, люди часто открыто заявляют о своих экстремистских взглядах, и хорошо бы отслеживать это еще до того, как было совершено преступление. Это логично, но ведь проверять личные сообщения не человек, а компьютер будет. А он не способен ни смысл шутки понять, ни контекст прочувствовать, только зафиксировать ключевые слова. И эмоциональное, так бесит, что убил бы, бездушный компьютер однозначно воспримет как угрозу преступления. Под контролем будут в первую очередь выходцы из так называемых проблемных стран, те, где существует угроза терроризма. Но и нам с вами уже в пору задуматься, а что мы пишем и что мы постим. И не получится ли так, что когда-нибудь получим отказ в визе, только из-за того, что пошутили, либо в сердцах написали что-то. Но мониторинговая система восприняла смысл этих слов абсолютно по-другому. Из Вашингтона Дмитрия Нопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.